На днях один из двух пивных заводов, товарищество «Досуг парк», перешел на разлив австрийского пива в бутылки. Факт сам по себе, казалось бы, малопримечательный для области, но... Мы это пиво выпускаем, это пиво фильтрованное, срок хранения, скажем, 15 дней и дальше немножко, но в этом пиве нет консервантов. Это пиво без консервантов, без постерилизации, а все иностранные сорта пива, которые продают, скажем, в Российской Федерации, если взять баночные, то идет с консервантом, это глицерин, если другие сорта пива с хранением выше, скажем, больше 15 дней, месяц и более, уже добавляется консервант. И бутылочная тоже? Да, бутылочная тоже. Если срок хранения выше 15 дней, там добавляется постерилизация идет, скажем, а выше уже месяца идет консервант. И практически сейчас уже наш потребитель, скажем, уже стал больше пива употреблять Челябинского, Стрельтомахского, Петербургского. То есть уже наши российские граждане уже поворачиваются к своей продукции. Ну, дело в том, что по качеству ваше пиво не уступает ни туборгу, ни ханикам, правильно? А вот то, что нет консервантов, это огромный плюс. Это огромный плюс, и, скажем, наши жители нашего города Магнитогорска, Челябинска, если мы туда будем немножко поставлять, они должны, скажем, об этом знать, что в этом пиве нет консерванта. Для разлива пива в бутылки здесь купили линию в Германии. Капризно ее не назовешь. Работает на совесть, без перекуров и передышек, как все немецкое. Но нашинскую бутылку, порою неровную по геометрии, на дух не переносит, сразу стреляет. Немцы даже экран придумали для нас, чтобы стеклотара диагностику проходила. Бутылку мы берем в городе, уже использованную, была она под водой или под пивом. И бутылка наша российская, скажем, те заводы, которые льют, она некачественная. Ведь на линии должна бутылка быть ровная, очень ровное дно и ровная поверхность. Бутылка заходит в автомат, ровно не стоит, и поэтому получается, что она лопается и выстреливается. Плюс уйдут потери пива. Скажем, в будущем мы думаем, скажем, найти завод-изготовитель, который будет нам изготавливать, скажем, фирменную бутылку, качественную бутылку. Заводы такие, скажем, в Уральском регионе есть. В Германии, да? Нет, местная. В Лидии, а немецкая? Ну, а бутылка же Евростандарт. Поэтому бутылку мы думаем заказать здесь, скажем, может быть, на Южном Урале, может быть, в Эдмуртии. Скажем, пиво Викинг, бутылочка, вы знаете, фирменная бутылочка, льет в Эдмуртии. Конечно же, мудрым было решение руководства металлургического комбината направить деньги акционеров ММК на строительство заводов, пивного ресторана и семи специализированных магазинов. Деньги эти сработали очень эффективно. Долг у досуг парка перед рабочими ММК минимальный. А почти вся прибыль уходит на расширение производства в самых разных направлениях. Чтобы нас не обвинили в том, что мы рекламируем вашу продукцию, давайте поговорим о проблемах, задачах и планах. Что мешает вам вложить ваши прибыли в развитие парка, сделать там, ну, парк, одним словом? Скажем, если раньше, до 1991 года планировался из парковой зоны, то, скажем, в настоящее время со всеми этими событиями в стране, скажем, сейчас вложить средства в парк фирмы практически не имеют. Потому что те средства, которые мы зарабатываем, мы их направляем на развитие производства. Линию прибрели, пустили, скажем. В будущем мы планируем запустить производство минеральной воды, магнитогорской воды, кстати, скважина пробурена магнитогорской. Построим в здании второго завода вот такой же зал, в котором мы сейчас находимся. Планируем сделать к концу года супермаркет большой, который будет продавать продукты питания и предметы быта, так скажем, сопутывающие. В городе больших магазинов таких нет. Тоже туда должны вкладывать средства. А на парк, скажем, средств не хватает. Вот я сегодня встречался с мэром нашего города, Виктором Георгиевичем Никушиным. Мы с ним договорились, что они должны нам дать какие-то налоговые льготы. И тогда, скажем, мы совместно будем осваивать эту территорию. А территория громадная, 28 гектаров. Ее нужно привести в нормальный вид. Это рекультивацию сделать, засыпать карьеры здесь, которые на берегу есть. Спахать, посадить траву, деревья. Работы много. Но нужны на этого средства. Я думаю, что мы с городом договоримся. Часть средств они нам дадут путем льгот. А часть мы свои средства вложим. Что, кстати, Андрей, мы и делаем. Неподалеку от пивзавода, по дороге на аэропорт, самые любознательные из магнитогорцев отыскали под землей минеральные источники. Качество воды отменное. Аналог Асимтукам-4. Но чтобы производство наладить на месте, в голой степи, это в копеечку обошлось бы. И вот здесь руку помощи протянул досуг парк. К лету минералка будет в магазинах города. Вот на этой линии ее и разольют. Тихо сейчас и красиво в парке у заводского пруда. Именно здесь прошло мое детство. Зимой лыжи, летом купание в Урале до октября. И я помню, какие классные отвалы и шлака, какая великолепная свалка из отходов стройматериалов здесь находились. Благоустроен нынче этот уголок города, но не до конца. Последний штрих должно нанести товарищество досуг парк. А в том, что работать оно умеет, говорит хотя бы такой факт. Главная задача, за которую здесь взялись, выполнена с блеском. Сейчас в Магнитогорске уже появилось, скажем, свое высококачественное разливное пиво в бутылках. Это пиво светлое, я могу здесь вам показать, станичным его назвали, а сорт пильц. Пиво имеет две золотых медали на московской международной выставке. Пиво рождественское, сорт Бог. Это темное пиво, тоже две золотых медали на московской международной выставке. Также серебряная медаль на петербургской международной выставке. И вот этот сорт пива мы назвали Ясаул. Этот сорт для нас австрийские пивовары специально разработали. Его практически никто в мире не выпускает. И мы назвали его Ясаул. И вот это пиво полутемное. И вот эти три сорта пива сейчас у нас появились в магазинах. Спасибо. 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 Спасибо.